Для Лунушкин Юрий Николаевич. У меня сегодня мастер-класс допланирован. И прежде чем его начну, хочу спросить у вас, поднимите руку тех, кто применяет в какой-то степени дистанционные образовательные технологии университетов. Немного. Немного. Я хочу обратить вашу внимание на то, что мы сегодня послушали целую серию интереснейших докладов, причем тех людей, которые я впервые увидел, которые вы давно знаете, сети. Но могу подтвердить, что сетевое общение в Фейсбуке, вот эти посты, публикации на бегу, на ходу... А у меня камерамент уже... Можно кондиционер убавить. Так вот, все эти посты и публикации на бегу, на ходу, в торопях не дают того ощущения полезности человеческого общения. Вот, допустим, Александр Сергеевич сегодня выступал на Учаново. Сегодня я уже представил совершенно в другом качестве, в другом виде, совершенно иное представление о его опыте, о его организации. Но то, что вы видели сегодня у нас у всех вызывает некое ощущение вот этого диссонанса когнитивного, о котором я говорил в первый день. Разрыв между тем, что хотелось бы, и тем, что мы можем реально в нашей повседневной преподавательской практике применять. Причем в условиях регионального вуза, вот я представляю Сочинский госуниверситет, это такой региональный университет, ни национальный, ни федеральный, бывает сложно все вот это могущество, вот эти все прелести, вот эти находки перенести в реальную практику. И я постараюсь сегодня вот этот разрыв попытаюсь устранить. И представлю вам презентацию, она одновременно и заявка. Вот она, заявка под провокативным названием «Идеальный электронный курс». Не может какой-то региональный университет, ни суперкрупный, без таких серьезных многовековых, может быть, традиций научных, быть на такое решение, как «Идеальный электронный курс». Это или мечта, или что. И вот как раз сегодня мы сможем рассмотреть с вами. Эта презентация доступна всем желающим. Сразу методический момент. В моей студии, наши студенты уже флешками не пользуются, они просматривают презентации прямо с курсов, прямо с тех страниц, где они имеют доступ. Ну, соответственно, преподаватель или докладчик может презентацию транслировать также из интернета. И одновременно, тут нету моего еще одного друга из Академии наук, Валерий Николаевич Платонов, появился внезапно. Как раз его бы очень интересовал стандарт разработки электронных курсов. Мы этого тоже коснемся. Тема сложная, насыщенная, но я уверен, что вы ловите для себя немало интересного, поймете меня, и почувствуете эту прелесть дистанционного образования в условиях, когда ресурсы ограничены. Мы слышали, ну я тут только частично, как это дорого, затратно, сколько это требует усилий, средств. И это вызывает у нас чувство, с одной стороны, уважения, с другой стороны, страха. Как же решить такие сложные задачи? Общаясь кулуарно с местными коллегами, тут я слышал, есть представители филиалов, которые, может быть, не по доброй воле, но на самом деле искренне вынуждены вовлекаться также в сферу такого рода обучения, дистанционное обучение. Извините, я докладываю, кто это. А, конкурс как раз так. Как скажете, я заканчиваю в 15, и мне потребуется ничего, только интернет, как раз я сейчас докладываю. То же самое. Интернет, да, и чтобы он работал, больше ничего. Спасибо. Вот как раз в конкурсной комиссии спрашивают, что мне надо для показа моего доклада. Ничего не надо, все есть. Если бы был интернет. Я вот тут как-то пытался в полусонном состоянии рассказывать, что такое когнитивно-продуктивная мета-технология, и у меня это не очень получилось. Тем не менее, именно она, с точки зрения системного подхода, позволяет структурированно и в эволюции рассматривать идею, что мы хотим, методологию, как мы это хотим достичь, и технологию, какими средствами мы хотим достичь. Но изюминка вот этого сложного термина, когнитивно-продуктивная мета-технология, предполагает, что все эти элементы согласованы между собой. Они не могут быть в состоянии некого разрыва. И эта технология предусматривает взаимодействие трех также эволюционирующих вложенных систем. Это человек, это система человек-машина, и система просто машина. Вот такая вот интересная связка должна рассматриваться во взаимодействии. При этом между этими системами существуют когнитивные, то есть познавательные каналы, которые предполагают достижение некого продуктивного эффекта. Когда мы говорим о будущем, о каких-то прогнозах, мы видим вот эти разногласия наших экспертов, на самом деле мы должны понимать тот продукт или результат, который мы хотим достичь, и меру степени знания об этом результате. Меня больше интересует не будущее, а настоящее. Мы еще настоящее до конца не оценили. Следующий момент в этой метод технологии мы рассматриваем педагогику социального конструкционизма как наиболее на сегодняшний день подходящую педагогическую теорию и практику, которая обеспечивает вот эту технологию. Скажу сразу, те из вас, уважаемые коллеги и наши удаленные слушатели, которая применяет систему Moodle, в частности, Рязань, в частности, и местные университеты. Хочу обратить еще раз внимание, что именно автор Мартин Доугаммис, который придумал эту, создал, является автором, сразу принял решение сделать ее открытой. Это позволило программистам, энтузиастам всего мира активно подключаться к совершенствованию его системы дистанционного обучения. И на сегодняшний день этот опыт бесплатного, бескорыстного взаимодействия между различными профессионалами, любителями, энтузиастами обеспечил лидирующее положение этой платформы в мире. На втором месте стоит коммерческая программа Blackboard, она более популярна в Америке, черная доска в переводе. Она стоит не одну сотню тысяч долларов, она хуже уступает вот этой бесплатной открытой системе. Здесь сидят юные информаты, любители будущей специалисты информационных технологий. Скажу сразу, айтишники не любят бесплатные продукты почему-то. Хотя признают, что Линукс это тоже бесплатная программа. Это понятно почему не любят конкуренты. Нет, они просто думают психологически, наверное. А может быть из-за угрозы своей будущей профессии, что они не заработают на разработке программных продуктов. Но при этом соглашаются, что банк Китая работает на Линуксе. Здравствуйте, я на конференции. Вы студентка? Перезвоните позже, извините. Я для студентов всегда открыт. Но не сейчас. Есть и масса других бесплатных продуктов, так называемая Open Free лицензия, Open General Public лицензия, которая предполагает использование таких платформ, таких продуктов, в том числе и для коммерческих целей. Замечательная лицензия. Это с точки зрения проверки программного обеспечения на лицензионную частоту, Moodle подходит идеально. И причем как раз построена эта интереснейшая педагогика социального конструкционизма, которой я хочу сразу сказать. Когда говорят наши коллеги, наши звезды, наши лидеры о том, что нам надо объединять ресурсы, нам надо взаимодействовать, но фактически мы никаких практических шагов-то не видим. Создаются консорции вузов, потом эти консорции куда-то пропадают, на уровне ректоров, там между ректорами, а ведь исполняются мы, преподаватели, непосредственно те, которые ведут образовательную деятельность. И я бы вот в этом плане озвучил в очередной раз также сетевому сообществу, что на мой взгляд, наиболее продуктивным взаимодействием может наблюдаться между преподавателями. Прежде чем покажу то, что я сотворил, и вы увидите, какой у меня уровень владения и предметов, и технологий, я хочу привести только один пример. Например, я веду предмет рынок ценных бумаг. И я умею хорошо создавать видео лекции, создавать творческие задания, игротехники, о чем тут говорил, блестяще говорил Паршин Андрей, которого я живую здесь увидел, до этого только в сети. Он блестяще эти игровые техники обозначил, в том числе и предстояние бейджиков, и рейтингования, и другие виды. Он не упомянул коллаборацию. Она у меня есть, у него пока нет. То есть взаимодействие на уровне проектов. Коллаборативные техники очень интересны. Я их покажу. Да, но этот же предмет в каком-то городе России преподает другой преподаватель. Он не знает, что такое технологии, что такое коллаборация, но он блестяще знает основы теории и практики. Он был каким-то руководителем. Кстати, я тоже был руководителем инвестиционной палаты. У меня есть и практический опыт по этому предмету. И он может дать то, что я не так хорошо знаю. И если мы говорим, давай создадим свой курс, идеальный курс, да еще найдем какого-то еще одного звездного лектора, профессора, третьего, а может быть и четвертого, и каждый из нас создаст. Ведь учебники пишутся авторскими коллективами, и там эту главу написал этот автор, и все это работает. Я не собираюсь, даже не представляю, что кто-то скажет, что это я сделал. Это мы сделали. То есть вот эта идея социального конструкционизма на уровне преподавателей, которые разработают идеальный курс, тут не один раз говорили, что курсеру создать очень сложно. Например, по предмету статистика, я еще статистику веду, я слышал, сам слышал, естественно удаленно, Мацестер, как обычно, сдачи, Эндрю НГ, у него фамилия из двух букв, это один, кстати, тоже был энтузиастом, придумал курсеру. Они на финале бесплатно, они работали на энтузиазме, потом в них стали вкладывать хорошие фонды. Он говорит, американские лекторы, профессор уже так о себе возомнили, что за один курс по статистике берут миллион долларов. Ну там и разработчики, и камерамены, и еще кто-то. Миллион долларов, один курс. Да Россия-то нереально. Он их критикует... Вы сколько попадались? Кстати, я прошу вопросы записывать, вчера я сделал методическую ошибку, вы стали меня спрашивать, я начал пытаться отвечать, я сбился, и у меня не получилось. Так вот, кстати, я вчера это говорил, как я его реализую. Так вот, такая модель социального конструкционизма, на мой взгляд, она пока еще никем не признается. Я думал, здесь будет Климов, я ему это выскажу. Я только сегодня начальника департамента Соболева видел, но потом вернулся к вам. Кстати, здесь оказалось интереснее. Я такие вещи услышал. Так вот, мне кажется, вот эту идею надо продвигать. Пока преподаватели, я вот читал курсы в Таганроге, в Южном Федеральном Университете, там тоже со всех городов России, пока энтузиазма не проявляют. Наверное, это моя вина, я не умею преподнести так задорно и так увлекательно, что это выгодно. А заканчивается такая совместная работа очень простым действием. Этот электронный, идеальный курс, сделанный по лучшим, методическим, теоретическим, содержательным требованиям, эстетическим требованиям, новизны и так далее, становится собственностью этих авторов. Тут поднимал Александр Сергеевич проблему открытия курсов, в которые вложены бюджетные средства. А мы не открываем его. Мы используем у себя его в закрытом режиме, но у себя в учебном заведении. Оценку за зачетки, бедомости, за учебу этому студенту ставит тот преподаватель, который его ввел. Но использовала его учебная группа, использовал он сам в своих целях, он повысил результативность гораздо большую, чем бы этим занимался бы он. Есть такая практика, порочная по России, массовое обучение дистанционным образователям, технологиям, преподавателей, всем выдают удостоверение, они приезжают и не применяют. Не применяют им никогда. Создавать тесты, выкладывать, это забывается быстро, а еще когда то бесперебойник не работает, как в Сочи, свет выключает, ну сейчас уже меньше, раньше чаще. Система рушится, эти мальчики заняты, он расткнулся, потом порой забыл, обратиться некуда, техподдержки нету, он проектор ставит на конференции, все, вся техподдержка закупит. И вот все, вот это налагается, его эффективность, эффективность этих курсов повышения квалификации становится неэффективной, становится низкой. Если же мы рассмотрим то, как это делаю я, мы получаем круглосуточную стопроцентную техподдержку, это шок, но вы это, пожалуйста, попытайте меня, чтобы доказал. Онлайн-поддержку, если студент забыл пароль, студенты тоже забывают пароль. Ну и другие вопросы, и все это в рамках вот этой идеи. Понимаете, вот хорошо, когда не просто на кнопочки нажимаешь, а вся вот эта вот, весь этот процесс выстроен, стройно, обоснованно, еще и проверено. Ну и я бы добавил сюда в эту когнитивную технологию взаимодействия всех участников, когда не только студенты, преподаватели взаимодействуют, но и администрация тоже становится участником, даже партнером этого преподавателя, помогает ему. И родители начинают помогать, и работодатель, а когда я ехал сюда, я понял, что надо еще министерство образования включать в эту парадигму социального конструкционизма. Вы скажете, такого быть не может, а легко. Если контролирующий, надзирающий сотрудник получает возможность зайти в мой курс, я от него не таюсь. Посмотрите, как я учу. Посмотрите на мою успеваемость, посещаемость, посмотрите на отзывы моих студентов, которые они проводят в различных режимах, не до того, как они получили оценку, а после того, как они сдали мой предмет, как они на меня жалуются, какие у них проблемы, и если замечание надзирающий орган ко мне не выявляет, автоматически свою задачу идеальности решать. Что же это такая за идеальность? естественно, вы скажете, ну как это некий доцент Юрий Николаевич в неком пляжно-шашлычном городе Сочи сумел выйти на такие метатеории в одиночку, что там у него в университете столько много профессионалов, вовлеченных в идею электронного обучения специалистов, и начальник таковый любит, что вникает во все эти тонкости, начальству некогда в это все обникать нет. Я здесь возвращаюсь к сетевому взаимодействию. Вот это перечень критериев, которые написал в открытой сети eLearning Pro. Ну, что слышал? А, кстати, тут подходила одна коллега, сейчас она еще не вернулась, наверное, с обеда. Я вот в eLearning Pro вас знаю, а в фейсбуке не знаю. так это вот где-то года два назад, а нет, 2013 год, на летних каникулах, 5 января, у электронщиков нету никогда отпусков и каникул, они постоянно там работают. Я написал публикацию, что такое идеальный электронный курс, там было около 340 постов, там была бурная дискуссия, меня там ругали, что такого понятия не может быть, я говорю, почему? Есть понятие идеальный муж, идеальная жена, но это субъективное восприятие, у каждого свои критерии, это нормально, у другого свои понятия, но когда собираются эксперты, и если вы знаете методы Дельфи, методы стат обработки данных, и знаете, что такое степень конкордации экспертов, и так, кто в лес, кто под трава, тогда их мнение начинает сгруппироваться по нормальному закону, или к какому-то правому статистическому закону обработки данных, мы это видели здесь, то в этом случае экспертные оценки начинают работать, я стал такой, но как его критерии, я написал здесь около 15 критериев, это список компетенций пресловутой, стандарты, удобство, эстетика, законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности, все возможные вот показатели, которые мне, на мой взгляд, нужно учесть, ну, так никто и не опроверг, так это что, ага, и вот, я решил доказать, одно дело сказать, решил доказать, и представил, где-то летом выступил в Томске, у Тимкина, показал коллегам, там тоже была научная конференция, тоже, извините, что я часто упоминаю слово Мацеста, сдачи, не выезжая никуда, с помощью таких вот устройств, я сделал доклад, который произвел хороший шок, Тимкин, который сейчас сидит в МРГ, эксперт при министерстве, говорит, у нас такого в Сибири еще не делают, на Урале не знаю, может быть и делают, это сейчас посмотрите, скажете, провел вебинар тоже в том сообществе, с целью меня побить, покритиковать, найти во мне недостатки, до сих пор никто не может этого сделать, не знаю, кому сказать спасибо, что там чего-то не хватает, может вы покритикуете, найдете какое-то замечание в моем электронном курсе. Сейчас мы видим, как этот курс выглядит глазами студента, это моя студентка Марина Гербер, она зашла и видит, что у меня тут 11 тем по предмету, они все части свернуты, так называемая полоса прокрутки, когда длинный-длинный курс, вы знаете, кто делает добротно, как в Moodle или в любой другой платформе, этот длинный-длинный курс начинает убивать, сначала он свернут, и вот эти вот треугольнички развертывает. Хочу обратить внимание, прежде чем разрабатывать идеальный курс, я досконально изучил, как работают американцы в Курсере и других этих МОКах. Я не увидел ничего такого таинственного и сложного, что в дидактическом плане, что в технологическом, что в плане дизайна, чего нельзя сделать в Moodle. Потом этот вопрос я поднял в своей профгруппе тот же самый, что есть такого в Курсере, что не может сделать наш преподаватель в Moodle. Кстати, в России Moodle тоже самая популярная платформа, и я рад, что то, что я рассказываю, оно может быть применено любым из нас. Никто так и не опроверг. То есть, это силабус, рабочая программа дисциплины, тематический план. Тогда я впервые потом интуит подхватил. Этический кодекс студента я у них увидел, где он обязуется, просто окей, нажимает, не мешает, искусственно не завышать оценки. Вот такой хороший этический кодекс. Я его тоже применил. И вот мы сейчас видим, как я выстроил, так я выстраиваю, причем с применением БРС. Это банно-рейтинговая система контроля успеваемости студентов, которую со временем МОН своим приказом требовал наличия у каждого вуза, но далеко не все это сделали, и может быть это правильно, а некоторые вузы уже отказываются от нее, потому что это очень трудоемко, и ничего не добавляет. Он не добавляет по той причине, потому что заполнение ведомости является постфактум, когда уже семестр закончился, контрольные точки и модули прошли, а даже если их заполняют своевременно, руководство вузов не анализирует показатели этой успеваемости. И соответственно вертикаль контроля теряется. Как был преподаватель, хозяин это правильно, ему доверила родина и кафедра выставлять оценки, допустила, вот он и выставляет. До тех пор, пока он не начнет баловаться. Балерейтинговая система. Вот у меня эти модули, причем студент сразу видит модули два месяца. У каждого вуза может быть своя так называемая разбаловка, у нас 100 баллов максимум, два модуля, в каждом модуле две точки, каждый модуль заканчивается рубежным контролем, в разных дисциплинах он может быть разным, но распределение баллов по модулям, по контрольным точкам является стандартным. А что внутри, это уже преподаватель сам определяет, что более значимое, что менее. Красным показал модуль. Мы дальше увидим, что БРС действительно эффективна. Она заставляет студента заниматься систематически в течение всего семестра и не оттягивает на последний день подготовку к сессии. Ну, вверху такое поздравление, небольшая инструкция с этими треугольничками. И вот этот треугольничек нажал и тема один развернулась. И вот та фишка, та изюминка, о которой много говорят и мало кто может понять, что это такое. Учебное видео. Вот я с Дмитрием Гужели здесь повстречался, он очень обижен, так же, как и Саша Ганесян. Гужеля сделал проект Универсариум, у него прекрасное видео, у него курсы бесплатные, он уже пиарит на BBC, что это кандидат в лучшую платформу в России, а я пишу, у тебя видео прекрасное, у тебя нету обратной связи, нету коллаборации, игротехник, у тебя все усеченное, все примитивное. Он обиделся, ну ничего, руку ползал все равно, одеваться некуда. Что знает, я могу и похвалить. Я и видео создаю, сейчас вы увидите, но делаю как в курсере. Это данный знак, тогда обратил внимание на то, что курсеры, многие курсы, они специально не выкладывают лекции по стандартных вот этих час двадцать. Да даже самого интересного лектора в записи смотреть невыносимо. Через семь минут начинает голова клониться в сон. Одно дело вживую, там как-то еще ногами топает, или еще что-то. Но когда запись профессора, полно таких я видел, какой-то сибирский вуз выкладывает, и в это время входит студент, ну опоздал, запись идет, или встает бутылку, захотел выпить, запись идет, какие-то шорохи, какие-то шумы, и все это записывает, чего МФТИ с этого начинал и я говорил, это не видео. Надо сажать камерами, в тишине, и пусть он говорит. Но коротко, вот, например, введение длится 6 минут 26 секунд. Я специально здесь выставляю студенту эти цифры, чтобы он не пугался эту лекцию смотреть. За 6 минут он введение своего преподавателя получит. Первый вопрос, 2 минуты 45 секунд. А мы в учебнике так мало. И говорить-то там особо нечего. И можно, конечно, преподавателю, особенно с моим опытом жизненным. Я знаю, что такое туризм и гостеприимство. Можно было бы рассказать многое из чего. Но я себе отдаю отчет в том, что когда он придет на зачет или экзамен, он должен изложить то, что написано по госстандарту. не то, что я там где-то работал, и как хорошо было при коммунистах, некоторые любят вспоминать прошлое. спрашивать нужно только то, что по госстандарту. Поэтому я здесь им даю основное. Причем я хочу сразу обратить внимание, этот курс применяется и у очников, и у заочников, и так называемых дистанционщиков, студентов обучаемых применением дистанционных технологий. Я специально все четыре группы, а может пять уже забыл, это я в том году читал, свел вместе в один поток. Они все в равных условиях. С заочниками я меньше общаюсь, понятно, с очниками я больше общаюсь, тоже понятно, с дистанционщиками почти не общаюсь вживую. Вы скажете, ну и зачем тогда это очникам? Я перенял опыт профессоров, не знаю, американских стоит хвалить, в общем, западных. Там студент, прежде чем прийти на занятия к профессору, а он там, у него нагрузка кстати очень небольшая, он приходит, читает пару раз лекции в месяц, все остальное, он пишет статьи, исследования, готовится к занятиям, вот так вот. Так вот, чтобы прийти к такому дорогому профессору на лекцию, они сначала готовятся, они приходят подготовленные по этой теме. я очникам говорю, я вот это все повторять на лекции не буду, эти примитивные вещи, вам всем задание, каждой лекции вы просматриваете мой видеоматериал, а уже когда придете ко мне, вот там буду рассказывать то, что в учебнике расписано, или недостаточно убедительно, а иногда даже с ошибками, имею ввиду, учебник рекомендованный УМО, там тоже бывают ошибки, но это не самое главное и обсудить с вами то, что мы изучили до подготовки. Вот это методика, которую применяю при применении вот этих видео лекций. Эти азы, эти термины, эти базовые вещи будьте любезны смотреть дома. Меня поразил один факт, чуть-чуть в сторону отвлекусь, когда заочница пришла ко мне на зачет с конспектом, моих видео лекций. Причем написанных разными цветами. Она не одна такая была. Вот это у нее разный цвет. Она сидит дома, у нее мама работает руководитель на Сбербанке, вымушровала дочку так хорошо со школы, она садится и записывает видео лекции в конспект. Хотя я говорю, у вас конспект есть. Я не просто видео выкладываю, еще каждому видео выкладываю по стандарту курсеры стенограмму. вы скажете, а это-то зачем? Интуит так не делает. Там нет текстовых, там если видео идет, тут же пошел тест. Дело в том, что психологи доказали, и я это убедился у студентов, одному удобнее прочитать, и он быстро запомнит, у него память устроена по-другому, ему скучно смотреть. Он быстро все запомнил, пошел дальше. другой, славянский тип психологии, они любят поговорить, пообщаться, посмотреть в глаза, им больше нравится видео. И потому что вот от диссонанса не было, видео одно говорит, по написанному у него другой текст, я делаю все синхронно. И в этом большая экономия времени. Вот когда я читаю видео лекции, я не бегаю, не мекаю, не запоминаюсь, потому что я читаю, как президент Российской Федерации читает новогодние поздравления российскому народу, он читает телетекст. Грубо говоря, веб-камера встроенная есть, чуть ниже Вердовский текст с моей лекции отработанный, который я подготовил как автор, есть, стенограмма есть, я читаю, только я еще машу руками, за что меня жена критикует. Не надо махать руками. Хотя, вот смотрю, американцы, они что еще придумали, они категорически отказываются от галстука. Официоз давит на студента. Они все в футболках, никаких пиджаков. И вы видели, а? Это я не видел, так же, как и мои шорты там не увидите, если вы. На даче в галстуке. На даче в галстуке, в шортах и в тапочках. Ну, жарко, потому что. И вы видели проректора высшей школы экономики, он тоже ходит в одной футболке. Это тоже говорит о том, что он прибеженец той. Они не скрывают это, все мы знаем, что высшая школа экономики ориентируется на ценности глобального уровня. Здесь я в галстучке. Мне жена сказала, что ты будешь в футболке. Вот жена еще давила, она тоже соавтор. Тут я... А? Да, да. Это тоже особенности русской ментальности. Да. Я, знаете, даже не перед студентами, а перед коллегами, когда буду, я же буду показывать, покажу начальству, они скажут, Юрий Николаевич, что ты такой бедный, не можешь себе галстук купить. Я одеваю его только ради начальства, только ради официоза. Хотя главный мой потребитель интерес это студенты. Когда про меня говорят легенды и здороваются через год, через два, я создаю имидж университету, факультету, что там интересно. Они же говорят мамочкам. Мамочки больше, чем папы участвуют в обучении студентам. Папы, они добытчики, с пикой бегают за мамонтом, а мамы с детьми. И мамы рассказывают соседкам, а там так здорово учат. То есть, это тоже эффект. Ну, вы уловили тема, построенная с наличием видео. Вот он, этот кодекс поведения, не буду его озвучивать. Он имеет такое вот воспитательное значение. Состав видов и форм учебной активности может отличаться и в теме, и у каждого преподавателя свой. Это могут быть и тесты, какие-то виды заданий, и тексты. Кстати, вот текст соответствует видео лекции. Тут у меня ссылочки за своевременность и активность. То есть, если студент вовремя, пусть даже неправильно, но вовремя сдает, он получает дополнительный балл. Это его небольшой, но получает. активность это то, что он выполняет, руку поднимает чаще, более правильно отвечает. Может быть, он не своевременно сдал, но правильно отвечал. Это разные вещи. То есть, структура курса и темы остается стандартной. Тут у меня и викторины, и тесты, задачи, вебинар, причем даже сочниками вебинар иногда проводил, за что меня учебный отдел хотел наказать. Пришли, а студентов нет. Мы потом и договорились. Вот про методику говорящей головы в начале. Когда еще мы знакомимся, и показывать нечего, говорящая голова может быть. Тут они привыкают к нам. Но злоупотреблять постоянно вот этой бубнящей головой необязательно. Постепенно говорящая голова уходит на второй план. Вот за мной презентация крутится. А как это? За мной крутится презентация еще в трехмерном виде. Догадываетесь? За мной зеленая ткань, можно и синюю. Эта ткань заменяется любой картинкой. Вот тут за мной жена сказала что ты здесь располагаешь дорогую мебель какую-то скажет ты взятки берешь живешь в апартаментах. Я не стал размещать просто абстрактный темный фон или синий фон чтобы не отвлекало. Вот по методике вот этой видеозаписи. А по следующим когда уже появляются задачи какие-то формулы говорящая голова вообще скрывается. Это крупно показать. Еще один момент в интуите стоит уважаемый лектор рассказывает пишет на листах бумаги пишет его видно а то что он пишет почти не видно трудно разобрать. Пишет еще и неразборчиво. То есть то что показывается видео должно быть максимально крупно и понятно типовая структура включая теоретическую часть кто знает что такое прези это медийная такая презентация со встроенными картинками текстами фильмами медиаконспект я назвал то теория кроме видео и практическая часть больное место что же делать студентам заочникам особенно которые обучаются дистанционно что же как им практические занятия а еще больное место у очников чем их загрузить в ходе самостоятельной работы вы знаете половину нагрузки мы должны планировать на самостоятельную работу а еще и выполнялась а еще и еще надо отчитываться у меня да докажи что они работали вот я тут практическая часть сейчас покажу вот это прези кстати на презе существует лицензия бесплатная для образовательных учреждений кто ее видел там просто надо представиться назвать название вуза записать и они предоставляют образовательную лицензию это избавляет от вот тут реклама она исчезает но она более трудоемкая чем powerpoint если нужно что-то сделать быстро и качественно powerpoint и вот так называемая коллаборативная или совместная деятельность за что я сильно поругал не поругал а порекомендовал гружели здоровый дяденька дуется на меня универсариум и другие наши отечественные разработки коллаборативная совместная деятельность когда студенты через интернет что-то делают совместно я придумал новый вид практики просто добавил веб веб практика это тоже модуль который имеется в муду в чем ее смысл она не простая поэтому я сделал отдельную видеоинструкцию я везде делаю видеоинструкцию надо решить задачу по статистике как посчитать вариацию или корреляцию еще что-то есть троечники которым трудно дается чтение я всем даю в тренажере инструкцию там 30-40 секунд как посчитать и что это как это делается в том числе инструкция по таким вот практикам студент выполняет задание этого мало он рецензирует задания других студентов и еще получает бонусы за своевременность и за скорость при этом преподаватель формирует критерии оценки заранее студенту сложно регулировать по каким критериям оценивать при этом назначается еще срок сдачи все это в модуле встроено коллеги никакого программирования тут не требуется причем критерии могут иметь разный вес я задаю что-то дороже что-то дешевле в чем в этом предмете как я сделал и вы можете эту практику взять коллеги вы имеете полное юридическое право недавно по-моему в США состоялся суд который утвердил что все что выложено в интернете является с общественным достоянием и используя учебные процессии не являются нарушением авторских прав вы же его себе не присвоили вы его никому не продали вы его читаете смотрите как смотрим иллюстрации рекламы бесплатно я даю какое-то видео вот здесь у меня кстати я Аси тоже часто поругиваю в сети агентство стратегических инициатив за их непонятный краудсорсинг и дорожные карты им нужно посмотреть очередной проект от Аси развитие туризма они там придумали космический туризм виртуальный туризм что такое виртуальный туризм в Сочи вот на пляж пойти на море посмотреть в горы вот это туризм а у компьютера путешествовать это имитация это виртуальное путешествие что значит они это доказывают им нужно было посмотреть чуть ниже видео где уже реальная фактическая статистика например называется статистика в туризме нужно было посмотреть факты оказывается факты действительно доказывают что чаще всего люди ездят за впечатлениями не компьютерными а живыми посмотреть на живых людей какие-то красоты природы и так далее они готовы за это платить это доказывают цифры и третий вид задания им нужно было посмотреть будущее туризма тоже ролик из ютуба совершенно прекрасного качества который показывает как в будущем будут путешествовать туристы используя современные технологии они это смотрят и потом пишут в текстовом виде как они оценивают вот эти все три ролика то есть источники открытые их нужно провести анализ разместить потом прочитать анализ других студентов но в чем интрига рецензия анонимная вы знаете они между собой могут дружить или наоборот и могут завышать или занижать оценки здесь они не видят кому ставят причем несколько групп там и очники и заочники и так называемые дистанционщики варятся в одном котле то есть там не знаешь кого оцениваешь соответственно повышается требование к себе я вам там пишу оговорку не забывайте что вас так же оценивают будьте лояльны будьте внимательны это обращаю они очень начинают совершенно начинают по другому писать и отвечать то что они читают и условия оценить не менее двух студентов вот двух оценил все ты минимум выполнил надо все 150 человека оценивать кстати тоже часто ругают курсеру что там преподаватель почти не участвует в учебном процессе когда в этой массе народа его почти не видно он им это отдал на самооценивание и вот эта масса там решает преподаватели тьютеры помощник не находят времени естественно всем уделить внимание из этого мы критикуем эти массовые курсы нельзя отрывать от преподавателя учебный процесс неправильно это он должен похвалу получить и бейджик или критику какую-то доброжелательную здесь преподаватель тоже участвует по этой технологии последнее слово за преподавателем он видит среднюю оценку по каждому человеку но может ее поставить выше или ниже при этом студент может поставить флажок несогласия с чьей-то рецензией при этом мудр рассылает все события в этом модуле на почту вот разместил нет точнее отрецензировал тот человек которым поставили рецензию тот студент тут же получил на почту уведомление что анонимный рецензий вам выставил рецензию и столько там баллов то есть они в реальном времени постоянно видят что происходит сейчас мы видим как преподаватель вот я вижу мышку подвел сюда кнопочки обзор я вижу что работу Шишманян Тамары это я закрыл фамилии оценил Явланов Буланов и Солодов хорошо вот они автоматически модул подсвечивает а еще и третий тут человек вот три человека оценили работу вот этого студента вот средний балл посчитала машина и вот моя оценка то что я выставил сет это выставить там еще есть кнопочка всем выставить то есть если их там десятки в этих группах я могу одним кликом утвердить всем оценки всем этим участникам вот само задание это я вижу сейчас открывается задание что писал студент и вот стоят галочки рецензентов подсвеченные разными тонами очень хорошая работа когда вижу сколько времени потрачено вижу все это видно вот они хвалят или ругают но оценки у них не совпадают это нормально вот и все это то что один модуль который отражается таким не очень удобным словом коллаборация по-русски мы назовем это совместная работа причем с этим анонимным оцениванием Дмитрий Кречман подтверждает что в его платформе есть такая опция есть хотя он мне покажет потом я ему верю но лучше убежусь надо же своего производителя российских платформ как-то поднимать а то Moodle Moodle еще что-то универсариум вот у него это есть он разработчик российской отечественной платформы дистанционного обучения электронного обучения есть и не закрытый обычный стандартный форум позволяет студентам также выставлять оценки ну кстати вот мы видим проявление социального конструкционизма когда они начинают помогать друг другу ну тесты а здесь изюминка вы знаете что такое глоссарий а Moodle позволяет из глоссария автоматически формировать тесты преподаватель сделал глоссарий тоже получились тесты не знаю есть такая штука у нас даже глоссарий просто и очень интересно ну это надо обсудить отдельно глоссарий нужен в любом предмете причем Moodle можно сделать так что каждое слово в виде гиперподсказочки вот лекция идет текстовая и в нем есть термин который преподаватель подготовил из глоссария студент подводит мышку рядом появляется его расшифровка нужная вещь Дмитрий меня заинтриговал зачем как это автоматически наговаривается вот из глоссария получился тест а следующая игрушка из глоссария получился кроссворд можно сделать кроссворд на основе вашего глоссария Дмитрий кроссворд причем у каждого студента он свой преподаватель только задает число строк и столбцов из глоссария поставляются и он работает он работает так без времени то есть здесь время не выставляется хотя можно еще и по времени ограничить капиталисты такие вот западные капиталисты очень все продумывают но это не значит что надо все делать очень жестко они играют за это получают оценку которая заносится в больно-рейтинговую систему вот на основе этой викторины я вижу результаты оценки причем с подсветкой если она положительная вижу сколько они времени тратят на эти игрушки я же должен проанализировать информационные блоки в мудл можно сделать до безумия лишними кажется что они все лишние но если нажать на треугольничек и свернуть они не мешают поначалу они конечно вызывают чувство шока столько там всего много навалено столько всего присутствует но это дело в курсе здесь я не стал их жалеть студентов дал им все что нужно потому что по себе знаешь сначала кажется страшным ничего не понятно но я им сделал фильм как пользоваться курсом вообще у меня по работе с моими ресурсами и для преподавателей и для студентов и для слушателей КПК делаю скринкасты потому что прослушали вот вы сейчас уедете у нас запишется это видео видите мы проговорим а видеоконспект останется можно потом меня еще раз посмотреть так же как и другие причастники правда Солдаткин жалуется что на айфоне не транслируется это верно плохо а у нас транслируется на чем попало на смартфоне на таблете а может быть так это Марина Ефимовна из Москвы я только здесь живую видел и очень этому рад так вот эти блоки на самом деле его подстегивают тут они оценивают звездочками меня точнее не меня я делаю акцент что не надо оценивать преподавателя надо оценивать его труд например его курс обеспеченность методическим учебным материалом это студенту надо а не так как преподаватель там ласково или неласково себя ведет ну тут у меня пять звезд тут индикатор прогресса видите вот здесь показывает студенту на какой что он зеленым освоил что красным еще пропустил а синим то что у него по плану это его личный прогресс у каждого тут еще раз они меня голос народа уже оценивают технологию видите голос народа назвал анонимное голосование мой дизайн сайта вот тут перед нами выступал Александр Сергеевич я видел их платформу она не работает на мобильных устройствах и я их про ректору хитскоп еще в одном браузере только в интернет эксплорере этот вид эта платформа работает на любых устройствах что iphone что android на любых операционных системах система автоматически определяет тип устройства то ли это компьютер то ли это мобильное устройство и соответственно изменяет дизайн здесь у меня вот есть спорный вопрос стоит ли открывать оценки других на западе стараются не в российских учебных заведений стараются скрывать оценки друг от друга по своей видишь а чужие это личные персональные сведения я поступил здесь так я показываю или топ 10 или топ 20 в данном случае топ 20 потому что 150 человек вот пусть родина знает своих героев а остальные я не раскрываю паспортные данные не открываю я просил а вы опоздали я просил вопросы после а то получится я сомнил спасибо что напомнили я можно еще две минуты я не буду злоупотреблять итак различные блоки здесь я применил так называемую новинку видеоскрайбинг многие наверное знают дорогая штучка на самом деле абсолютно не сложно делается но один из плюсиков что после вот этих рисовалок студент получает готовый конспект один декан сказал мы доводим до дебилизма наших студентов подъем все на блюдечке ну а если не жалко я лучше их нагружу другой работой учебной пусть он получит этот конспект мне не жалко то есть то что я говорил рисовал в ходе этого видео скрабинга они получили тренажеры понятно вот подтверждение что некоторые слабо решают математические задачи я им помогаю короткий ролик как решать задачу по расчету дисперсии еще и с показом этого калькулятора некоторые не умеют здесь ответ студента здесь он видит помощь это тренажер и видит меня причем это 150 человек это уже масса и всех не успеешь проконсультировать здесь я задачу полностью решил вот это комплексная задача мы тогда тоже говорили когда надо вести несколько чисел может быть неограниченно большой комплексная задача как одно тестовое задание позволяет делать муду вебинары понятно причем практика тоже с помощью вебинаров естественно все записывается здесь открытое взаимооценивание причем они еще видят кто кому поставил оценочку здесь уже открытое это элемент социального социального взаимодействия деловые игры проводят они придумывают себе уже какие-то практически проблемные ситуации может быть даже гипотетически они еще не работали в гостиничном бизнесе и решают их совместно используя полученные сведения вот они придумывают услуги массажиста дождь и алкоголь найти корреляцию между употреблением алкоголя в ресторане и наличием осадков в этот день применяют а что там зависимость определенная постфуд против тренажерного зала какова корреляция между дисперсия между постфудом который находится рядом и необходимость устроить тренажерный зал оказывается есть там поел а тут раз разрезили голодные голодные посетители то есть начинает придумывать задачи оригинальные проявляя здоровый такой юмор и с применением статистики знакомый персонаж да вы скажете наверное я поступил неэтично по отношению к министру ну а что ну два рога здесь они должны были в роли воображаемой роли министра туризма сократил чуть-чуть должность убрал слово спорт провести на основе открытых источников рост стата влияние показателя развития экономики на развитие туризма то есть научиться применять ну научил дисперсию корреляцию ну и что а предмет называется статистика сферы гостеприимства и туризма забавно то есть я использую такие элементы не знаю как назвать но юмора подходов вот эти те же самые бейджа о чем говорил наш докладчик тоже строены на чем они персонифицированы конкретные там за любовь к вариации за победу над дисперсией звездочки они тоже связаны с бальной рейтинговой системой ну тут масса различных рабочих программах компетенции все это расписывается вот они классари но я их убрал вниз чтобы они студентам не мешали их можно свернуть но при необходимости они захотят посмотреть свои компетенции РПД пожалуйста захочет Рособорнадзор кто угодно пожалуйста то есть курс полностью БРС студент сам себя контролирует